Привет, друзья, с вами Вайми, я продолжаю играть в Risk of Rain, и в прошлый раз был стрим, на котором я немножко поиграл на Монсуне, и также я там уже объяснил, что у меня, в общем, что я случайно, или не случайно, открыл большую часть ачивок. Ну да ладно, что у меня вообще осталось? Утопить 20 улиток, активировать третий телепорт, не получая дамага, это нереально. Убить 10 врагов одновременно за Хэнди, это легко, но долго. Выше 70% жизни на 25 минут, это сложно и долго, это, кстати, не чизится, я пробовал стоять просто, ну то есть я убил всех врагов, кроме одного там, после активации телепорта, и ушел на полчаса, нифига мне это не засчиталось. Видимо, нужно именно в бою быть, убивать врагов, получать урон и все тому подобное. Со щитом я зачизил, это было немножко проще, потому что я просто встал перед одним из монстров, и он меня бил эти 5 минут, и поскольку у меня был поднят щит, он не мог мне нанести урона, так что я просто спокойно... Стоял 5 минут и ничего не делал. Дальше убить за 15 секунд босса, это в теории легко, но долго, то есть это где-то там на втором-третьем круге легко делается. Достичь 10 уровня не получая... ну то есть получив дамаг не больше одного раза, это очень сложно, и пройти игру на Мансуне за Мерсенери. Но ничего из этого я, скорее всего, сейчас делать не буду, я хочу пройти... я хочу попытаться пройти игру на Мансуне, но не за Мерсенери, а я думаю... И я думаю за Бандита. Попробуем. Снайпер, конечно, очень крутый, у меня за него даже неплохо получалось на стриме, но я за него играл на стриме, то есть это, получается, предыдущее видео. Я не знаю, откуда здесь, кстати, водопад с неба. Это, по-моему, не то, как физика работает и всё тому подобное. Ну да ладно. Бандит. Довольно интересный персонаж. Мощно стреляет, достаточно быстро при этом стреляет. Вторая обилка... блин, почему не открылась эта хрень? Ну ладно, неважно. Вторая обилка граната с АОЕ. Третья обилка невидимость, которая ускоряет меня и делает меня невидимым, то есть враги меня... Они, по-моему, не попадают, они меня всё равно пытаются атаковать, насколько я помню. Но не попадают. Конечно же, червь. И четвёртая обилка, если я с её помощью убиваю противника, то это мне отменяет все мои клудауны. То есть я снова могу стрелять там со всех других обилок. Что достаточно круто. Червь это не очень круто. Червь это самый неприятный босс первого уровня. И второго. Так что да. Невидимость также при этом, когда я из неё выхожу, дамажит всех вокруг и станет. Что очень прикольно. Так же бандит чаще немножко стреляет, если быстро спамить кнопку, чем если её зажимать. Не знаю, с чем это связано. Но это так. То есть если постоянно кликать, то чуть-чуть скорострельность выше. Я не уверен, кстати, будет ли это работать так же, если набрать там кучу шприцов. Возможно, с кучей шприцов будет одинаковая скорострельность, независимо от того, насколько быстро кликать. Но я не знаю. Червь всё ещё напрягает. Он напрягает тем, что он с таким приличным ауе дамажит, когда приземляется. То есть от него сложно увернуться. Ну и так же он напрягает тем, что у меня ноль предметов. Один предмет, черчфил генератор. Когда я убиваю противника, вокруг меня появляется кольцо дамага. Вот такое вот примерно на 6 секунд. И с каждым убитым противником оно обновляется. То есть ещё 6 секунд работает. И увеличивается в размере. Но не в дамаге. Дамаг остаётся таким же. Итак, червь мёртв. Наручники. Замедление врагов при попадании. Сто процентное. Дополнительные наручники, по-моему, увеличивают время замедления. И, возможно, как бы количество. То есть насколько сильно их замедляет это. Не уверен насчёт этого. Но в любом случае это достаточно хороший предмет. И я почти умер. Это нормально. Это нормально. Невидимость, кстати, спасает от попаданий. Но не спасает от всяких ауе дотов. Типа... Типа... Атаки грибов на втором уровне. Они всё равно дамажат. Так что за этим надо как бы следить слегка. Ну да ладно. Меня немножко волнует этот чемпион. Но он сейчас, по-моему, умрёт. Да. Остальные враги тут намного менее страшные. Хотя, конечно, медуза. Но медуза тоже не очень страшная. Но я убил почти всех. Но я хочу большую часть уровня всё равно обследовать. Потому что могут быть сундуки. Например, вот этот вот. И прочие полезные вещи. Ага. Life Savings. Каждые три секунды я получаю один доллар, один золотой. Я не знаю, в чём тут деньги измеряются. Но, в общем, одну деньгу. Не самый полезный предмет, но сойдёт. Ну, то есть там за уровень у меня, может быть, накопится на один сундук. Это не очень хорошо, но это хоть что-то. Ну, и на этом уровне это мне уже не поможет. Аптечка. Когда я получаю урон, после этого через секунду я лечусь на 10 хитпоинтов. Адекватно? Не знаю. Упс. Я ничего с этим не сделаю. Хотя. Я не уверен. Они спрыгнут вниз. Да, я с этим что-то сделал. И получил хитстомперс. Хитстомперс. Ну, в паре с ситуацией может пригодиться, но так это один из не очень полезных предметов. Когда я падаю на врагов, это наносит им урон. Когда я с большой высоты падаю. А с такой... Хотя нет, вот с такой тоже. Ну, нормально, там урон зависит от высоты. И, соответственно, хороший урон получается с той высоты, с которой я сам получаю урон. Липкая бомба. Я не помню, за что я ее получил. Ну, за что-то я ее получил. Она, в общем, по сути, просто имеет небольшой шанс прилепиться на противника. И потом она взрывается через секунду или около того, нанося ему чуть-чуть дополнительного урона. И она имеет небольшой сплэш. В принципе, наверное, адекватный. Не знаю. Мне как-то... Я не очень заметил ее эффект, когда я ее на стриме использовал. Я не помню, чем я ее открыл. По-моему, инженерам просто взорвать 15 мин сразу. Ну, то есть там в течение 10 секунд или типа того. Или 15 секунд. Не знаю. В общем, взорвать кучу мин сразу. Так что да. Ну да ладно. Остается только выйти с уровня. Я могу активировать вот этот вот шрайн один раз. Также я взял бензин. Потому что бензин это лучше, чем все остальное, что там было. То есть остается не только выйти с уровня. Здесь еще там пара врагов есть, но все равно. Бензин, когда я убиваю противника, под ним разливается лжи этого бензина и загорается. То есть наносит урон всему вокруг. Какое-то время. Не очень большой урон, но все равно это хорошо. Потому что когда я убиваю врагов, во-первых, он станет немножко этот бензин. Во-вторых, он замедляет. Потому что у меня все мои атаки замедляют. Потому что наручники. Ну и в принципе это полезная вещь. То есть я вот убил первого противника. Остальные там не могут из-за этого пройти и получают урон. Так что это вполне весело. Вполне веселый и полезный предмет. А я поюзаю вот этот вот шрайн. Потому что больше мне все равно некуда деньги тратить. Это возможно мне что-нибудь даст. Нет, это мне даст немножко экспо и все. Ну ладно. Тоже вариант. Ну и также у меня есть, естественно, вот это вот... А, блин, мне надо было баннер покупать. Я забыл, что они здесь есть. Ну ладно, хрен с ним. У меня есть вот эта вот токсичная многоножка. Или как она там называется. Которая вокруг меня крутится. Когда я касаюсь противника, она на него перескакивает. И наносит ему немножко урона в секунду. Какое-то время. Урон там точно такой же, как у колючей проволоки. Которого у меня сейчас нет. Так что это абсолютно не важно. Но все равно. На деле это полезнее колючей проволоки. Хотя и только по одному противнику. Если их несколько получить. То есть если их стакать. То количество их увеличивается. И можно на нескольких противников сразу накидывать. Что вообще весело. Но опять же, это несколько противников. А не все, кто попадает в радиус. Как в случае с колючей проволокой. Так что да. Ну ладно. На шрайн у меня почти хватает. Но я не хочу его использовать. Грибы меня немножко напрягают. Возможно мне стоит, кстати... По дефолту поставить поменьше настройки. Чтобы я сразу видел, например... Радиус действия грибов. Потому что он там намного понятнее. На низких настройках. Но я это, наверное, сделаю... Когда-нибудь за кадром. Если вообще сделаю. Ну да ладно. Чемпионы пальчиками спавнятся. Я не люблю чемпионов. Ну, они элитными называются. Но, блин, хрен знает. Я не знаю, откуда я взял этих чемпионов. По-моему, из второй Диаболы. Но я не уверен, что они даже там так назывались. Но, в общем... Суть та же. Суть та же. Есть ли что-то здесь? Потому что если я здесь пропустил... Ну, я здесь ничего вроде бы не пропустил. Кроме вот этого вот еще одного бензина. Я мог бы взять колючую проволоку. Но поскольку у меня персонаж не милишный. Она мне не очень поможет. Так что... Я решил этого не делать. И вместо этого взять рандом. Ну, и мозг. Мозг бесполезен. Да. То есть он не совсем, конечно, бесполезен. Ему можно найти применение. Но, в целом, один из самых бесполезных активных предметов. Сундук за 186. Сюда я еще вернусь когда-нибудь, я надеюсь. Но сейчас я хотел бы найти босса пораньше. Ну, да ладно. Еще один мозг. Здесь я возьму банку с душами, которая суммонит призраков-врагов. Потому что это просто круто. Так, я надеюсь, это будет висп, и я надеюсь, он заспавнится здесь. Да. Хотя, нет. Я забыл. Его отсюда нельзя достать. Если бы он был чуть-чуть... Или можно. Нет, нельзя. Это его поразит. Дамажит. Ну, токсичная эта многоножка, или как ее там зовут. Не важно. Не важно. Я ненавижу импов, они телепортируются. Но у меня есть грибы, так что я в теории могу постоять на месте и подлечиться. Только мне не дадут постоять на месте и подлечиться. Хотя я могу использовать невидимость для этого. То есть я могу вот сейчас вот встать на месте, и... Лечение приходит раньше, чем заканчивается невидимость. Но не сильно, так что... Смысла в этом немного. Вообще, по-моему, самая лучшая тактика вот так вот на Монсуне, когда я активирую телепорт, просто бежать куда угодно, как угодно. То есть просто не... Как бы бежать для того, чтобы враги спавнились в разных местах по всей карте, а не где-то в одном. Потому что когда они где-то в одном, это совершенно жутко. А когда они по всей карте равномерно раскиданы, их убивать проще, и получается в итоге быстрее. Потому что когда они все в одном месте, их убивать там сложно, и из-за этого долго. Но я хочу купить этот... Это копыто, хотя у меня, по-моему, не получится. Хотя... Ну, то есть у меня денег уже хватает. Поэтому я могу использовать невидимость, чтобы это сделать. Окей. Копыто дает мне увеличенную скорость бега, и это... Полезно не только для скорости бега. У некоторых персонажей, но у бандита это дает просто только скорость бега. Но это все равно очень хорошо. Скорость бега — это полезный стат. Я не хочу связываться с такой кучей этих бомжей. И с такой кучей тоже. К счастью, невидимость — очень полезная вещь. К несчастью, враги спаунятся там, куда я иду, а не там, где я нахожусь. И это немножко печально. Телепортирующийся вот этот вот парень. Это желтый чемпион. Он умеет телепортироваться, и у него повышена скорость всего. То есть скорость атаки, скорость бега. Ну и хорошо, если бы он не умел телепортироваться, я не мог бы его так убить. Ну да ладно, еще один телепортирующийся враг. Я не против. Когда они так по одному ко мне телепортируются, и конкретно вот этот тип врагов, это легко. Хотя я бы предпочел, чтобы они мне дали постоять на месте там 10 секунд и отрегенить жизнь. Грибы лечат сколько-то процентов, по-моему. 2 или 3 процента жизни. Может быть больше, не знаю. Ну в общем, сколько-то процентов моей максимальной жизни в секунду, если стоять 2 секунды на месте. И это очень читерское лечение. И каждый следующий гриб увеличивает процент, на который они лечат. То есть если набрать там 10 грибов, то можно в итоге лечить, я не знаю, по несколько сотен жизней в секунду, что супер круто. Ну да ладно. Ракетчики вызывают ненависть. Всегда. Так что мне приходится опять уходить и стоять на месте и лечиться. Вот, грибы уже лечат по 18, потому что я повысил уровень и теперь у меня больше жизни. Это единственный предмет, который лечит в процентах от максимума жизни. Все остальное лечит в статичных каких-то количествах. И это очень хреново. То есть, например, аптечка лечит 10. Регенерация повышает там на 2, по-моему, или на 1. По-моему, на 1 даже. На 1,6 хитпоинт в секунду или типа того. Яйцо, которое, если 7 секунд не получать урон, оно примерно в 2 раза сильнее регенерации пассивной, но при этом нужно 7 секунд не получать урон, что немножко бредово. То есть, это не то, что бредово, оно иногда работает, но... Регенерация в 2 раза слабее, она заметно полезнее, потому что не нужно не получать урон. То есть, как бы она работает большее количество времени, и из-за этого она полезнее. Я могу до них доставать? Да, я могу до них доставать. Отлично. О, ко мне телепортировался этот парень, но... Хрен с ним. Он мне ничего не сделает, как только у меня кончится кулдавная. Да. Хотя он мне, конечно, что-то сделал. Стоит постоять. Ну, в общем, да, синие враги бьют теслы во все вокруг. И, возможно, еще что-то делают. Не помню. У них у всех по 2, по-моему, эффекта. Зеленый лечит союзников, и это немножко печально. И при этом он сам имеет еще больше, вроде бы, жизни, чем все нормальные чемпионы вот эти вот. Но он лечит союзников довольно медленно. То есть, если один зеленый в толпе, то это не страшно вообще. Страшно, когда их там 10 человек, и они все друг друга лечат. А, зеленый, он лечит других... Лечит своих союзников и лечит себя, если он по мне попадает. То есть, у него вайфлич. Что не так страшно. Ну, да ладно. Оранжевые вот эти вот стреляют ракетами. И, по-моему, имеют бонус дамага. Не уверен насчет этого. Да, вот я прилепил на кого-то там бомбу. Это как-то сработало. Но как-то не очень сработало. Ну, ладно, они все умерли. Так что это вообще не важно. В общем, я не помню чемпионов всех. Но они все что-нибудь неприятное делают. Ну, собственно, это нормально. Потому что это элитные враги. Как бы они и должны что-нибудь неприятное делать. Я бы удивился, если бы они были такими же, как обычные враги. Причем боссы тоже могут быть элитными. Не все боссы имеют не все варианты. Например, магмачерф может быть только электрическим. И он очень весело выглядит при этом. Но, тем не менее. Боссов тоже стоит опасаться таких. Но они, правда, достаточно поздно появляются. Так что пока что... Упс, я промахнулся. Пока что это все не страшно. Страшно то, что я промахнулся. Потому что мне придется снова туда забираться. Потому что я хочу достать этот сундук. Потому что сундук... Это полезная вещь. Кто бы мог подумать. Ау, я там еще что-то убил. Ну, окей. Я, по-моему, слишком долго нахожусь на этом уровне. Ну, не знаю. Посмотрим. И у меня не так много полезных предметов. Мне кажется, этот ран никуда в итоге не придет. И я умру где-то на четвертом там уровне. Или, может быть, на третьем. Может быть, на пятом. Если мне очень повезет. У меня просто нет никаких совсем читерских предметов. Нет, это не читерский предмет. А ботинки какого-то там пожарного или типа того. Короче, когда я иду, за мной остается след огня. Это, в принципе, иногда полезно. Но это не настолько хорошо. Чтобы получить этот предмет, нужно простоять в лаве минуту. Что очень легко делать с помощью грибов. Потому что грибы работают в лаве. То есть нужно просто там набрать грибов, чтобы они лечили больше, чем там 20 хитпоинтов. Ну, на самом деле, чуть побольше. Потому что лава намажит чаще, чем грибы лечат. Ну, в общем, набрать какое-то количество грибов и просто стоять в лаве. Минуту. Ну, то есть если их набрать там 2-3 гриба или много жизней набрать. То можно просто бесконечное количество времени стоять в лаве. Главное, всех врагов убить, телепорт активировать и все тому подобное. Потому что, если там еще и враги мешают, то немножко все сложнее становится. Я не ожидал там такой толпы. Поэтому я спрыгнул просто так, не глядя. И также я не ожидал, что я буду кидать гранаты влево. Вот, вот так вот получше. Ну ладно, он там один остался. Так что, я думаю, можно просто спрыгнуть и добить его. Там я все уже купил. Ну да ладно, где-то наверху был сундук, который я помню. Но, по сути, осталось 3 врага. Один из них это висп. Два из них это какие-то еще бомжи. Так что, все не так страшно. Ничего. И еще раз я заюзаю. И личинг сид. Полезно. Два хитпоинта за попадание к противнику восстанавливает. Полезно. Что еще можно сказать? С такой относительно высокой скорострельностью это еще полезнее. Причем, оно вообще зависит от атаки. Обычно атака восстанавливает два хитпоинта. Вот эта атака тоже два. А вот граната у меня восстановила вроде бы больше. Нет, тоже два. Окей. Ну, в общем, оно как-то совсем... Не совсем понятно работает при АОЕ атаках. То есть, как бы, в теории они должны восстанавливать там либо по два за каждого противника, либо просто два. А они восстанавливают там, допустим, три или пять или четыре или что-нибудь типа того. То есть, какое-то всегда одинаковое количество, независимо от того, сколько противников они зацепили. Упс. Я забыл, что там вспомнится миллион мелких виспов. И это меня чуть не убило. Ладно, невидимость. Легендарис парк. Очень неплохой предмет. Когда я попадаю по врагам, есть небольшой шанс, что под ними активируется атака виспа. Вот такая вот и все, убьет нафиг. Весело. Ну да ладно. Окей. Ага, я не могу спуститься, я не могу пройти туда с этой стороны. То есть, мне придется спускаться. Но я хочу туда спуститься, потому что я не знаю, что там. Потому что я там не был. Я имею в виду вниз, подо мной локаться. Хотя времени я на этом уровне трачу очень много. И почему-то я ни по чему не попадаю, потому что, наверное, все слишком далеко. Ладно, я упал сюда, я хотел сюда попасть, так что я посмотрю. Да, сундук за 188. Это определенно то, что стоит взять. И еще сундук за 93. Ракета. 10% шанс запустить ракету, которая наносит 300% урона. И третий бензин. Адекватно. Ракета полезна. Бензин, ну, первый полезен. Второй, может быть, тоже. Третий, я уже думаю, не очень. Упс, это не то, что я хотел сделать. Ну ладно. То есть, вот если я зажимаю, такая скорострельность, если я кликаю, она чуть-чуть побольше может быть, если достаточно быстро кликать. Ну, не знаю. Активный мой предмет, это сосуд душ или что-то типа того, он суммонит призрака каждого противника на экране. Призраки сражаются за меня и имеют меньше жизни и урона, чем сами враги. Но все равно это помогает, потому что они отвлекают врагов, их толпа и все тому подобное. Сложность impossible. Я немножко не успел добежать до телепорта. И также я нашел смарт-шоппер. Смарт-шоппер дает мне просто больше золота с врагов. На треть, не на треть, на четверть, на 25%. Что очень даже неплохо. Много золота, это всегда хорошо. Так что да. Арктик Тундра. В принципе, не такая уж плохая локация. Здесь есть много сундуков обычно. Здесь может быть выход на этот пляж с кабанами, куда я не пойду. Даже если он здесь есть. Потому что я не люблю эту локацию. Ну, то есть не то, чтобы не люблю. Она скучная, она просто унылая. И, по-моему, ну, если не эффективнее, то хотя бы, как минимум, почти так же эффективнее, при этом заметно веселее. Просто зациклить игру. Ну, то есть да, я могу сейчас туда пойти, если там есть этот пляж. Встать там в правильное место, зажать атаку и уйти там на час. И через час я вернусь, и у меня будет миллион предметов там. Но, блин, это... Это скучно. И это неправильно. Если вообще там этот самый... Нет, там его вообще нет. Тогда вообще это все не важно. Я ищу телепорт. Если его нет, значит мост целом. Потому что это зависит от генерации. В общем, если мост целый, то пляж есть. Если мост не целый, то пляжа нет. Так что да, я ненавижу этих буйволов, бизонов. Но мне здесь делать нечего. Наверное, я зря так спрыгиваю и получаю кучу урона. Ну, что поделать. В принципе, я могу его убить и получить с этого какое-то количество... Механический паук. Блайтед. Блайтед это спецварианты врагов. Такие мини-боссы, как бы, из обычных врагов. И они немножко страшные. Они невидимы. Они умеют много делать неприятных вещей. Я не уверен вообще, умеют они делать неприятных вещей или нет. Они умеют телепортироваться определенно. Потому что он ко мне только что телепортировался. Но что они умеют кроме этого, я не знаю. Ну да ладно, стоит немножко подлечиться. Ну, в общем, это неприятно, иметь такого мини-босса. Также неприятно клеймена иметь такого вот. Ну и любого, по сути, клеймена. Они все неприятны. Но невидимость спасает. Я не могу здесь никого убить. Это немножко печально. То есть, как бы, у меня нет необходимых для данной сложности предметов и необходимого уровня. Так что все не очень хорошо. Я, скорее всего, умру на этом уровне. Потому что мне стоило бы иметь что-нибудь более дамаговое. То есть, там, очки какие-нибудь, которые повышают мне крит-шанс. Байку ту же самую, которая электрический урон добавляет. И все тому подобное. Но у меня ничего такого нет. И, кроме этого, мне, возможно, стоило бы иметь уровень повыше. Потому что от уровня зависит мой базовый урон. Не знаю. Не уверен. Но, скорее всего, я сейчас умру. Но я, наконец, нашел телепорт. Это плюс. Снежный голем теперь бывает. И клеймин. Окей. Куча... Куча мини-боссов и полноценный босс. Но эти... Эти мини-боссы, как бы, они страшнее, чем обычные боссы могут быть. Ладно. Давайте там разбирайтесь друг с другом. Я не уверен, что призраки... Призраки элитных врагов тоже считаются элитами. Как бы, имеют статы элитных. Мне почему-то кажется, что призраки элитных врагов являются обычными врагами. То есть, они имеют статы обычных врагов. И это совсем печально, если это так. Но я не уверен, что это так. Так что, может быть, все не так плохо. Ну, ладно. Я кого-то убил. Уже хорошо. Я сейчас сам, правда, умрал. Три хитпоинта. Не стреляйте ракетами, пожалуйста. Что угодно, кроме ракет. Ну, я не смогу здесь долго регенить. А здесь я не смогу долго жить. Да, я труп. Ну, что поделать. Я попробую еще раз, наверное. Да, почему бы и нет. Стоит быть быстрее, по-моему. И также стоит находить более хорошие предметы, но это от меня не зависит. Это зависит от рандома. Ну, посмотрим. Ну, копыта на первом уровне это очень хорошо. Я бы даже предпочел убить хотя бы там пару врагов вот здесь, чтобы купить это копыта сразу же. Потому что, если я его куплю сейчас, оно будет более полезно, чем если я его куплю потом. То есть, как бы, мне сейчас эта скорость поможет быстрее перемещаться по уровню. Потому что, от первого копыта буст скорости очень неплохой. От остальных он менее заметен, но он есть. То есть, если набрать там их 10 штук, то можно носиться, не знаю, примерно с той же скоростью, с которой какой-нибудь там команда перекатывается. Только всегда с такой скоростью носиться, что достаточно весело и полезно. То есть, по сути, с такой же скоростью, как если я вот так вот бегаю. Я бы хотел купить баннер, но я, скорее всего, сюда за ним не вернусь. Нет, я даже не буду убивать этого виспа, хотя, возможно, стоило бы. Краба я убил, хотя, возможно, не стоило бы. Но с краба денег обычно значительно больше, чем с виспа. Ну и убить его не настолько сложно пока что. Этих троих я, наверное, тоже убью, потому что их достаточно легко убить. Окей. И я пойду влево, потому что где-то слева должен быть телепорт. Я, пожалуй, спрыгну, потому что он может быть и здесь. Но если его нет справа, значит, он, очевидно, должен быть где-то слева. Этот сундук должен мне дать, ну, коробочка должна мне дать достаточно денег, чтобы открыть сундук. Да, и это капитанская, это самая хрень, которая суммонит сундук. Бесполезный предмет. Ну, то есть, не бесполезный, конечно, но не очень полезный, скажем так. Окей, босс, червь. Нет, вагранд. Вагранд, это не так страшно. Блин. Я нажал влево, я не знаю, почему я выстрелил вправо. Наверное, стоит сразу же использовать этот предмет, как только он сходит с кулдауна, потому что это просто мне даст больше сундуков в итоге на уровне. Я не уверен, что я смогу на них на все потратить деньги. Я не уверен, что я захочу на них на все потратить деньги, потому что он суммонит простой сундук, который с самыми трешевыми предметами. Ну, Как бы в любом сундуке может быть Любой предмет, по-моему, но просто шанс на них У этих сундуков меньше На хорошие предметы Ну, хотя нет Не в любом сундуке может быть любой предмет, потому что в золотых сундуках Не может быть белых предметов И, возможно, зеленых, не знаю Не уверен насчет этого Я не очень люблю Вагранта То есть, как бы, колосс Он хорош тем, что от него можно свалить И он просто Никаких проблем для меня не будет представлять Он будет там стоять, где он заспаунился И все От Вагранта и от червя так не получится свалить Потому что они преследуют Ну да ладно Что поделать Что поделать Ну, хотя бы его убить не так сложно И от него уворачиваться вообще просто И все тому подобное Хотя я только что попал под атаку Мелкие вот эти вот медузы немножко напрягают Особенно тем, что они за Вагрантом постоянно То есть, им урон наносить сложнее Ну да ладно Он почти уже мертв Я использовал невидимость Чтобы убить эту мелкую медузу И одна граната должна Да, все это закончить Клевер Это очень хорошо Потому что на Мансуне больше Больше элитных врагов Так что больше шансов на предмет с элитных врагов Клевер дает 4% шанс Что элитный враг дропнет предмет Каждый элитный враг Что очень круто Потому что больше предметов по сути Корень Больше жизни на 8% Не самый полезный предмет Это как бы такое достаточно маленькое увеличение жизни Но что поделать Ну, в общем, осталось не так много врагов Но они все, видимо, остались здесь Так что я сейчас умру от этого всего Еще один сундук, который еще дороже Ну ладно Ну хотя бы я их всех убил Я заюзаю вот это один раз Да, шарф 10% шанса увернуться от атаки То есть не получить от нее урона Оно не стакается до 100% Потому что у меня было 10 шарфов И я не был неуязвим Оно также, по-моему, не работает на некоторые атаки Ну, то есть вроде на грибы Опять же оно не... Как я их ненавижу, этих импов На грибы оно не работает На их АОЕ вот это вот Но на них почти ничего не работает Окей Ладно, прокатит Золото со временем получать Это у меня уже было И бензин у меня тоже уже был Бензин в такой ситуации очень полезен Потому что они там все настаканы Так что когда я убиваю одного От бензина начинают умирать все остальные Так что да Ну и последняя обилка С ее обнулением кулдауна Очень помогает Всегда В принципе, мне у бандита Как и у команды Не очень нравится обычная атака Она, конечно, у него заметно лучше Чем у команды Но все равно она очень слабая И плохая Возможно, даже мне команда Нравится больше бандита Не знаю Как-то у команды Есть более хорошая Мобильность и защита То есть невидимость Это, конечно, хорошо Она позволяет Вылечиться, например Но У ворот У команды позволяет Не получить урона От чего угодно А не только от некоторых атак И к тому же Он более надежен Как бы И он еще и Более хорошо работает Как мобильность И у него кулдаун, короче А при этом Боевые обилки У команды Мне кажется, более Более юзерные Образабельны Но обычно атака хуже Но при этом она скорострельнее Так что можно спамить Всякие ракеты И прочее подобное Потому что они Чаще попадают И чаще триггерятся Соответственно Ну ладно А я пойду Открою Вот этот сундук Почему бы и нет Открою вот этот сундук И мне больше ни на что не хватит Но хрен с ним Нож Это шанс Блида Это очень хорошая прибавка К ДПСу 10% шанс Блида Вики врет о том Что он не стакается Потому что он стакается У него увеличивается шанс Если набрать там их Больше семи По-моему штук То будет Всегда Блид Ну может быть не всегда Я не уверен Возможно есть кап какой-то Но Почти всегда Скажем так Так что да Дамаг не увеличивается Но это нормально Ну да ладно Нож дает при этом 15% шанс Блида Я все время Раньше говорил Что 10 Но я просто ошибался То есть это потому Что я это просто Неправильно запомнил С самого начала Так же как И я всегда Почему-то думал Что колючая проволока Не дает Дает 100% урона Она дает Всего 50 Но это все Не важно Я сразу же нашел Телепорт Это очень хорошо Телепорт активируйся Червь Ура Смерть И все тому подобное Это мне даже не даст То есть червь Он мне не даст Убивать врагов Вот здесь По пути И набирать деньги Пока я Убегаю От От всего этого От всех этих спаунов Ну то есть парочку там Врагов обычных Я могу конечно убить Но это мне не сильно поможет Ну так же Ракетные чемпионы Не дадут мне убивать врагов Но это Это ожидаемо Ракетные чемпионы Всегда не дают мне Убивать врагов Червь так же Очень долго Убивается И очень уныло Убивается И вообще Это самый Самый Один из самых Напрягающих боссов В игре Окей То есть не только На этой локации Но и вообще в игре Его просто убивать Если есть много АОЕ И много дамага Но когда есть много АОЕ и много дамага Ну АОЕ здесь ни при чем Но когда есть много дамага Просто убивать любых боссов Так что это как бы Логично Что червя просто убивать Вот Блит затриггерился По 16 Он наносит меньше урона Чем моя основная атака Но в итоге он наносит Примерно столько же урона Потому что он Несколько секунд работает То есть в секунду Он наносит меньше Чем основная атака Ну чем та атака Которая его активировала Потому что урон всего зависит от того, чем оно активировано То есть, если я активирую блид своей финальной обилкой То он будет больше, чем по 16 Он будет вот по 50 Что заметно веселее И с гранаты будет тоже больше, чем по 16, по-моему У нее немножко увеличен все-таки урон Причем с гранаты будет блид по всем, если он сработает То есть по всем, по кому попала граната Да, вот по 24 И импы, как я вас ненавижу Ну, я труп Я почти уверен Здесь слишком много всего И я ничего не могу убить, потому что все, как бы Меняется местами И также все может пробегать через вот эти вот мелкие дыры в земле Что очень напрягает И также грибы везде Грибы совсем напрягают Коробочка вылечи меня Не поможет Ну, то есть я от падения не умру, конечно От падения умереть нельзя Оно никогда не дамажит На всю жизнь То есть даже если иметь один хитпоинт И спрыгнуть с обрыва Это не задамажит просто Ну, то есть если он не успеет отрегениться Если успеет отрегениться больше одного хитпоинта То задамажит Так что останется один, возможно, или что-нибудь еще В общем, умереть от падения нельзя Зато можно умереть от червя Ладно, я думаю, еще один ран И независимо от того, насколько долго или быстро он будет проходить Это будет последний ран Контейнер Это всегда хорошо Контейнер дает мне почти на один сундук Да, почти на один сундук То есть два контейнера до первого сундука найти Я смогу купить первый сундук Если он будет мне за 50 Дроны я покупать не хочу Шрайн я пока что активировать не хочу С этим парнем я тоже не хочу связываться Хотя там контейнер вроде бы был Хотя, возможно, я туплю Ну, первый сундук за 50 Так что хрен с ним Ну, я могу активировать вот эту хрень Но они все упрыгают Так что я не хочу активировать эту хрень Я хочу найти босса Также я хочу найти вот этот Один из этих сундуков Или... Нет, вот этот Один из этих сундуков Окей Нокбэк, неплохо Наверху, конечно, зеркало Зеркало это полезный предмет Но... Не знаю даже Я не очень люблю активные предметы Лучше получить хороший пассивный предмет Чем хороший активный, на мой взгляд Ну, то есть, если говорить хороший конкретно А я... Не знаю даже Я хочу купить этот шприц Но сейчас мне на него не хватит денег, естественно Я могу остаться здесь и поубивать врагов И тогда мне на него хватит денег Но это плохая идея Или я могу пройти вот сюда и проверить Нет ли здесь босса Он здесь действительно есть Так что теперь я могу его просто активировать Уйти обратно И купить этот шприц сразу же Вагран снова Ну, хрен с ним Вот это плохо, что они там заспаунились Потому что их там хрен убьешь Но, к счастью, на правой платформе всего один висп Так что это то, как я их буду убивать Так что да Шприц повышает скорость атаки На сколько-то На 15, по-моему, процентов Я не уверен Насколько-то повышает Это главное Это повышает скорость атаки Это значит, что ускоряет все анимации То есть не только первые атаки Но вообще всех анимаций ускорения Что довольно круто Но в моем случае Это будет неплохо ускорять мою последнюю обилку Вот что это будет делать Кроме очевидного увеличения скорострельности основной атаки Так что да Ну и теперь я, по сути, могу просто зажимать кнопку Что намного удобнее В таких вот ситуациях Эм, почему его... А, потому что я был невидимым Это довольно офигенно, кстати Я был невидимым, поэтому, когда он выстрелил все свои вот эти вот шары Они просто взорвались, когда вылезли Потому что они меня не обнаружили как цель Ну да ладно, я его почти убил И это хорошо Но медуза Это плохо Ага, личинг сид Два хитпоинта за попадание Это уже было сегодня А здесь ракеты Ракеты это хорошо Ракеты это полезный активный предмет И здесь Бесполезный активный предмет Окей Я бы, конечно, предпочел пассивный предмет Вместо второго активного Потому что у меня уже есть Да, блин, почему не в ту сторону я кидаю гранату? Возможно, это будет не последний ран Потому что я не ожидал, что здесь заспавнится Тысяча врагов с ракетами Да Ненависть Я не знаю, что вообще можно сделать Когда такая ересь спавнится То есть там было четыре ракетчика На первом уровне В одном и том же месте Какого хрена? Почему это вообще возможно? Ну да ладно При этом все шло так хорошо Ладно, ты умри Просто умри Спасибо Я использую невидимость, чтобы бегать быстрее Потому что она ускоряет мой бег Очевидно Поэтому я могу Быстрее бегать Достаточно логично Аптечка так себе на самом деле То есть это лучше, чем яйцо В плане лечения Но хуже, чем все остальное Наверное так И здесь, конечно же, не будет босса Нет, он здесь будет, ура Дайте мне уже нормальное что-нибудь Колосса там Или колосса Или, может быть, колосса Похоже, вагранд Нет, колосс, надо же Ну ладно Я почему-то не смог открыть эту коробочку И так же почему-то колосс загораживает веревку Но хрен с ним Я не против Пусть загораживает С колоссом все хорошо Потому что я могу вот так вот Отойти от него Куда-нибудь, где он меня не достанет И просто убивать врагов Ну то есть не просто убивать врагов Убивать врагов сложно, но Вы поняли суть Чёрт Я хотел добить одного из них Ну да ладно Сундук за 50 Ууууууууу Это круто Глава пришельца уменьшает колдаун активных предметов На четверть, по-моему Не уверен Вау, и мои гранаты дамажат сквозь стену То есть у меня теперь у гранаты колдаун 2 секунды Что супер офигенно Хорошо было бы еще найти кольцо Которое Викидринг Которое уменьшает кулдауны при критическом попадании Потому что тогда можно совсем веселье Заиметь Ну или еще Там одну голову пришельца или что-нибудь подобное Финальный обе утич 5 секунд, у 3, 9 Окей, я не хочу здесь быть Ну в общем гранаты Теперь претендует на мою основную атаку Хотя она и до этого конечно Была такой достаточно Эффективной атакой Но теперь у нее еще и кулдаун короткий То есть можно ее просто спамить Что очень круто Уменьшение кулдауна Это вообще один из самых полезных предметов В игре Так что мне очень повезло в этом плане Но я скорее всего опять же умру от какой-нибудь Толпы ракетчиков или чего-нибудь подобного Ну вот один ракетчик Да Притом у меня еще есть свой способ Снимать кулдауны Что вообще весело Я пойду по уровню Нет, я не пойду по уровню Пока что я пойду убью Оставшихся врагов сначала Потому что денег у меня маловато все-таки Я ожидал больше денег получить с этого всего Но что поделать А да, там еще один остался И он умер от одной гранаты Весело Совсем весело Наверху сундук за 25 Я его возьму перед тем, как убивать Оставшихся врагов Потому что Да Потому что может быть он мне поможет их убивать быстрее Что он вполне сделает Если я кого-нибудь там смогу убить Ну кого-то я смог убить И это даже немножко помогло И это даже еще больше помогло Ну ладно Каласа можно затроллить вот отсюда Потому что я могу до него доставать здесь И просто наносить ему кучу урона Я его не добил, конечно, своей финальной обилкой Но все равно И теперь у меня немножко больше денег И я пойду обследовать уровень Потому что я хочу обследовать уровень Очевидно Потому что с тремя С четырьмя предметами выходить с первого уровня Это плохая идея Тем более Если у меня есть 250 денег почти 237 Но с парой коробочек Это будет 250, скорее всего Невидимость стоит использовать как можно чаще Интересно, получится ли Нет, не получится, скорее всего Срезать невидимость так Чтобы она могла постоянно работать Ну да ладно, неважно Капюшон вот этот вот Это предмет, который открывается Если убить охотницей Виспа за Не за Не получив урона Он дает крит шанс Какое-то количество Я не помню какое именно И при этом каждый раз Когда я наношу критический урон У меня увеличивается скорость атаки И это стакается до трех раз Что очень даже круто Она на несколько секунд увеличивается Как бы То есть я теперь могу еще и свою скорость атаки разгонять И к тому же у меня есть еще и очки Которые тоже дают крит шанс То есть у меня Больше крит шанса И больше Шанс разогнать свою скорость атаки Из-за этого Так что в этом плане все круто Вообще по-моему Крит это один из самых хороших вариантов Увеличения дамага То есть дамаг лучше всего скейлиться При повышении крит шанса Разными способами Да Шарф это шанс не получить урон Это всегда хорошо И пожалуй я заюзаю два раза этот шрайн Нет один раз Окей Справедливо Ну это повысит мой крит шанс еще на 6% по идее Может быть не на 6% Я не уверен сколько именно дает этот кубик Возможно я найду еще один мелкий сундук Или еще один шрайн Тогда я смогу потратить остаток своих денег И это было бы очень даже хорошо Потому что я хочу потратить остаток своих денег Я по-моему даже вообще здесь еще не был Хотя не уверен Может быть был Ну судя по неоткрытой коробочке не был Теперь я мог бы вернуться к тому шрайну И потратить на него деньги Но слишком долго Ага имп шрайн Имп шрайн не должен считаться шрайном В плане отмены Моего вот этого вот эффекта Который от того шрайна Шанс крита В общем надо мной появляются такие хреновины Когда я критую И когда повышается моя скорострельность из-за этого И они по цвету изменяются Желтый это значит Один стак Оранжевый два стака Красный три стака Повышение скорострельности Так что да Я пока что не использую невидимость Потому что по лестницам забираться Она не помогает по-моему Так что это довольно бессмысленно Использовать ее в таких ситуациях Но в общем у меня неплохой крит шанс И у меня блит Который тоже хорошо работает При этом если я критую и при этом же наношу блит То он схейлится от крита То есть он Больше становится от этого Что вообще весело Ну и в общем-то возможно На этот раз у меня с уроном все будет Не так плохо как обычно Но опять же дамп кавернс Здесь сложно найти телепорт Это небольшая проблема Но возможно да Возможно мне повезет вот так вот Это иногда бывает А почему он заспавнился сразу же? По-моему должна быть пауза Там в секунд в пять Шесть Ну видимо Видимо не на этом уровне Ну да ладно Дайте мне повышение скорострельности уже Я достаточно много по ним пострелял Чтобы получить один крит С моими всеми увеличениями шанса его Вот Вот два стака Давай три Да, три стака И поскольку я иногда критую Они могут обновляться То есть Ну сейчас он пропал все-таки Но каждый раз Когда я критую Он снова обновляется И он там снова Три секунды по-моему работает Или четыре секунды Или сколько-то секунд В общем Я уверен что сколько-то секунд Это измеряется Не в минутах Не в часах Не в километрах А именно в секундах Я уверен в этом Но сколько именно Я не знаю Ну в общем да Неплохо получается В плане ДПС Из-за этого То есть Я критую часто И этим наношу больше урона И когда я критую Я начинаю еще больше урона наносить Ну точнее ДПС Я начинаю быстрее просто атаковать Что вообще весело Но я почему-то редко критую Хотя у меня и должно быть Процентов 20 крит шанса Но как минимум Как минимум 15 или 16 Если учитывать кубик Но эта хрень тоже дает крит шанс Которая дает мне вот эти вот Стаки Скоростреленности при критах Надо же В этот раз я большую часть Таймера Кого-то убиваю А не бегаю по уровню в ужасе Наверное это как-то связано с тем Что это не червь А нормальный босс Которого можно не убивать Первые там 15 Секунд Или типа того Или первые 15 минут По желанию Прыгающие грибы Какой ужас Ну ладно Время почти кончилось Когда время кончится Станет проще Потому что перестанут спавниться Всякие враги Но возможно я к этому моменту умру Не знаю Не уверен У меня нет ничего Что лечило бы меня Ну кроме аптечки Ну аптечка меня не лечит Аптечка То есть она меня лечит Но только когда я получил урон Что как бы логично Но я имею ввиду что Сейчас она меня не лечит Потому что я не получаю сейчас урон Так что возможно я просто умру сейчас Или нет Не знаю Нокбэк тоже мне Хотя нет У меня его нет Тогда он мне не помогает Очевидно Потому что у меня его нет Но к счастью Они не могут перепрыгивать Такие вот ямы Так что Так что все хорошо И возможно я даже пройду второй уровень Где там этот висп? Я могу? Нет я не могу до него дострелить Отсюда И отсюда тоже Куда он делся? Он еще дальше что ли? Да Отсюда я могу до него дострелить И поэтому я могу его просто убить Из-за их рана Но это не нужно Потому что я могу его отсюда убить Такое это повышение скорострельности Которое редко стакается Потому что критую я не так часто Как хотелось бы Какое это из предметов? Я их постоянно путаю Это уменьшение кулдауна Или увеличение эффекта? В любом случае не важно Потому что у меня нет активных предметов Так что да Но это По-моему это уменьшение кулдауна Активных предметов То есть У них на четверть по-моему Меньше кулдаун У меня нет активных предметов Так что какая нахрен разница Я один раз заюзаю этот шрайн И он даст мне еще больше крит шансов Ладно я не против В принципе кубики мне очень не нравятся Как предмет Но хотя бы То есть они По сути они не дают ничего полезного Но они уменьшают штраф за Провал шрайна То есть вместо того Чтобы просто потратить деньги И получить там может быть Немножко экспы с этого Вместо этого я получаю С этого крит шанс Который достаточно полезен Но при этом все равно Проваливать шрайн Никогда никому не хочется по-моему Ну кроме той ситуации Когда есть уже 5 стаков Там этого крита Или что-нибудь подобное Я могу запрыгнуть сюда Использую скорость свою Еще один личинг сит Нет это первый личинг сит Я путаюсь между этими всеми ранами Слишком много ранов за одно видео Но все равно Личинг сит 2 хитпоинта за попадание Все стандартно Все так же как и в прошлый раз Когда он у меня был И все хорошо Ладно Пойду обследовать уровень Стандартно Традиционно Потому что в нижней части уровня Я вообще не был Я заспоунился в верхней части уровня Босс заспоунился в верхней части уровня И Я всех там убил Не спускаясь вниз Ага сундук Сундук Со скоростью бегает Очень хорошо Скорость бегает Один из наиболее полезных Статов Высота прыжка Еще один из наиболее полезных статов Так что Джетпак Был бы очень хорошим вариантом Олдбокс Когда меня бьют Есть шанс Что я сброшу эту коробочку Которая Пугает врагов Я думаю Я возьму рандом Баннер конечно хороший Хитстомперс конечно хуже Так что надо было убрать баннер Ну что поделать Бесполезное зеркало Телепорт Шрайн я заюзаю Еще больше крит шанса Для бога крит шанса Бомбы почему бы и нет Ну остальное все Активно и достаточно бесполезно У меня есть не так много денег Так что скорее всего Все на этом уровне Я не смогу купить Но мне оно и не нужно Тут было как-то много шрайнов Которые жизнь тратят Это нехорошо Или это хорошо Не знаю Нехорошо что я до них не дошел Но с другой стороны На этой сложности Я как-то не хочу до них доходить По крайней мере здесь С таким количеством жизни С таким количеством врагов И все тому подобное С таким количеством урона Дроны я не хочу покупать обычного Атакующего или ракетного Да Особенно ракетного Ракетные дроны супер крутые Обычного нет спасибо Он слишком быстро дохнет И не так много дамажит Есть ли здесь вообще что-нибудь Да здесь есть предметы Бензин у меня уже есть Да Вилл в зависп Когда я убиваю противника Есть шанс 33% Что его труп взорвется И нанесет кучу урона Всем вокруг Что очень круто То есть это Позволяет убивать толпы Очень быстро И без проблем Ну да ладно Но все равно Я бы не отказался От джетпака Лучше от фотонного Который позволяет Вообще летать Но и от обычного Я бы тоже не отказался И почему я не поднялся здесь Потому что здесь закрыто Окей Все правильно сделал И по-моему Я здесь уже был Я на всякий случай Пробегу еще немного левее Но по-моему Я здесь уже был Ну здесь я точно уже был Так что я здесь поднимаюсь И иду на выход Ну на этот раз У меня очень неплохой набор предметов Кроме моего активного предмета Так что может быть Что-то случится Еще и тройной Викаре шанс С кубиков Вообще весело Но 15 минут уже 15 минут Это нехорошо Успею ли я? Да я успею до 15 минут То есть до повышения сложности Скорее всего Я заюзаю еще раз Ну окей Теперь у меня отвалился Весь мой крит шанс Но хотя бы Я лечусь при убийстве А подводные катакомбы Нормально Я не знаю У меня нет какого-то Определенного мнения По поводу этих двух уровней Катакомбы значительно проще Но на тундре больше предметов Но сейчас у меня Достаточно хорошие предметы Так что мне и катакомбы нормально Два сундука здесь есть Уже хорошо Обычных здесь меньше Можно пытаться топить улиток Но я не хочу У меня нокбэка не хватит Чтобы их топить Окей Еще два сундука Вау Много здесь всего В этих катакомбах Упс Без джетпака сложно здесь прыгать Но с другой стороны Если я падаю вниз Я теряю немножко времени И все Так что да Ну ладно Я убью Раз уж блиды И прочие подобные вещи Да Будет немного денег Там внизу Телепортирующийся По-моему Элитный враг Но в любом случае Я слишком далеко Для того чтобы он Ко мне телепортировался По-моему И вот он Телепорт Что там было Да Остановка времени Всегда очень крута Я бы предпочел Дождаться пока Хоть кто-нибудь Заспавнится Например Вагранд Черт И теперь Остановить время Потому что При остановке времени Таймер тикает А враги не спавнятся То есть в итоге Будет меньше врагов Но при этом Таймер Этот тикает А тот таймер Который глобальный Таймер сложности Он не тикает Что хорошо Так что Сложность Медленнее повышается Из-за этого То есть Стоит использовать Даже просто так Даже на пустом уровне Всегда Как только Сошли скоудауна Эти часы Их стоит использовать Кроме Естественно Той ситуации Когда я подозреваю Что у меня будут проблемы В ближайшие Там несколько секунд Так что мне нужны Эти часы Для того чтобы С этими проблемами Разобраться Тогда естественно Стоит подождать Я использую телепорт Чтобы наносить урон Потому что он АОЕ урон наносит При выходе из телепорта Не телепорт Невидимость При выходе из невидимости Я туплю И это пока что Даже неплохо работает Ну так Относительно неплохо Упс Ага Олдбокс сработал Третий вагрант Зачем столько вагрантов Перестаньте Что мне даст Вот это Огненный щит Окей Я успею Еще одну гранату Еще один Усильный выстрел И теперь я думаю Стоит отбежать Хотя я успел Еще одну Я недооценил Немножко Насколько долго Работает эта хрень Как-то там Все взорвалось Но три вагранта Это совсем нехорошо Но один из них Почти мертв Один из них мертв Ракета Стреляю я Много Попадаю я часто Так что ракеты Будут вылетать Относительно часто Еще одни часы Зачем И ракеты Будут наносить Много урона Скорее всего Я не уверен Скейлятся ли они От крита То есть При крите Наносят ли они Больше урона Должны В теории Но возможно Я ничего не знаю О том как Урон работает В этой игре Вообще Ну ладно Третий вагрант Мертв Нет Это хороший предмет Но часы Это очень хороший предмет Так что лучше иметь Очень хороший предмет Чем просто хороший Очевидно Ну да ладно Я видимо и этот уровень пройду Потому что здесь Почти ничего не осталось Такого что могло бы Меня убить По крайней мере Часы Чтобы таймер не тикал Ну и чтобы проще было Убивать врагов Естественно Естественно Готово Невидимость Чтобы быстрее бежать Эта хрень уже исчезла Надо было ее подобрать И один раз Заюзать Хотя это дало бы мне Да это бы Увеличило Мой кулдаун Всего остального Что нехорошо Хитлист Иногда враги Вот так вот помещаются Если я его убиваю Пока он помечен Что пару секунд Всего занимает То есть он Пару секунд Всего помечен То я получаю Прибавку к моему Базовому урону На 0.5 По-моему То есть за 2 убийства Я получаю Единичку урона Помещаются враги Довольно часто Так что если я могу Их убивать массово То проблем с этим не будет Но я не очень могу Их убивать массово Так что проблемы с этим будут А я хочу Купить этого дрона Это не то что я обычно делаю Но я хочу купить Этот дрон Потому что дроны Помогают Серьезно помогают Часы чтобы остановить таймер Естественно Тут ничего Бывает Я мог бы их задамажить С помощью хитстомперс Здесь вот Но я этого не сделал Потому что Промахнулся немножко Я хочу посмотреть Что здесь Скорее всего ничего Да Ничего и акрид Акрида можно убить Ради денег Но может быть даже Это хорошая идея Потому что Денег мне немножко Не хватает На то чтобы все купить А акрид не такой уж Сложный противник Хотя может быть Может быть сложный Не уверен То есть дамажит он Меня прилично Но я могу от него Убегать и мой дрон Будет его дамажить Прилично тоже Я могу использовать Невидимость Станить его Кидать гранаты И все тому подобное Да Активным За инфорсера И он повышает Скорострельность И урон На 8 секунд Или типа того То есть звучит Как что-то достаточно полезное Но часы Намного полезнее Потому что это часы Но надо будет Когда-нибудь Ну то есть Когда-нибудь он мне Выпадет Когда у меня будет Не будет активного предмета Или будет плохой Активный предмет И тогда я его Смогу использовать Чарджфилд Стандартно Мне нравится Чарджфилд Он часто падает И он достаточно полезен Мины Это еще один предмет Черт Который я Анлокнул Но не показал Я не помню за что Не совсем не помню за что Но по сути Когда я получаю урон Я иногда дропаю мину Такую же примерно Как у инженера Только мощнее Чем у инженера Она приличный урон наносит Но у инженера Они конечно тоже Приличный урон наносит Но эта мина по-моему Значительно больнее Дамажит Что очень неплохо И в итоге Мне не надо было Убивать Акриду Потому что я все сундуки Открыл и так Ну видимо я ничего не знаю Да кстати Хитлист Вот этот вот Который За убийство повышается урон У него есть кап По-моему на 20 урона Или на 40 урона То есть Максимум какой-то есть Причем довольно быстро Достижимый Но все равно Это базовый урон То есть это Я буду наносить Больше этого урона Потому что у меня Все атаки наносит Больше чем 100% Телепорт сразу же Это всегда офигенно Токсик бист Это тоже офигенно По сравнению Хотя имп Токсик бист Одна фигня Поскольку у меня нет инфьюжена Я убиваю токсик биста сразу Не знаю Насколько это хорошая идея Чарджфилд заряжается От его этих спавнов Мелких У Чарджфилда Нет никакого капа То есть его можно На всю карту Сделать в теории Но Для этого нужно Очень много врагов Убить за короткое время Потому что он Через 6 секунд Пропадает Если никого не убивать Так что да С этим некоторые проблемы Вот моя мина Дропнулась Которая взорвалась Сразу же И задамажила Что-то там И что-то там Сделала еще И вообще все хорошо Мины полезны Так я пожалуй Свалю немножко Потому что я почти мертв Черт Чартфилд пропал И сразу же новый Активировался Это плохо Потому что если он пропадает То новый активируется Уже маленький снова То есть как бы Есть смысл Поддерживать непрерывно Хотя у него только Размер увеличивается Урон у него так и Остается одинаковым Сейчас он наносит По 30 урона И в теории Судя по его описанию Он наносит в 2 раза Больше урона Чем колючая проволока Так что это очень Даже неплохо Окей Я не знаю Зачем я так применяю Невидимость Когда рядом со мной Ничего нет Потому что При выходе из невидимости Я останю И дамажу Только то что В поводную ко мне А не то куда я стреляю Как бы То есть вот так вот Я задамажил Застанил вот этих двоих Но это потому что Они были вплотную ко мне Очевидно Лазерный дрон Довольно таки Неплох на самом деле Он любит стрелять в землю Что не очень хорошо Но при этом Он достаточно больно стреляет И пробивает насквозь Много врагов Но он стреляет редко Это минус То есть как бы У него ДПС Средний такой получается Ну и низкая скорострельность Ну как бы В целом Почти всегда Более выгодно Иметь Высокую скорострельность И маленький урон А не наоборот Для большого ДПС Хотя По ситуации конечно Ура Я могу их всех убить Часы Это наверное Один из самых офигенных Активных предметов Потому что Можно вот так вот делать Я куплю этого дрона Потому что вряд ли Я смогу потратить Все свои деньги Даже учитывая Что это самый хреновый дрон Который вообще может быть Все равно его стоит купить Потому что Все свои деньги Я скорее всего Не смогу потратить На этом уровне А он дешевый И немножко урона Он добавит Это я не хочу брать Но это довольно Офигенный предмет Он открывается За нанесение Пяти тысяч урона Одним выстрелом По сути Это активный предмет Который наносит Тысячи урона То есть он очень много урона Наносит всему Но он при этом Может дамажить и игрока То есть им можно себя убить Или своих дронов Себя убить у меня Им не получалось пока что То есть задамажить получалось Но насмерть ни разу Но вот угробить Свою пачку дронов Которых у меня там было Штук пять на тот момент Запросто Так что я как-то Не то чтобы не люблю этот предмет Но как-то Осторожно к нему отношусь Я не хочу его просто так брать Тем более Когда у меня часы Которые чуть ли не лучший предмет в игре То есть лучший предмет в игре Определенно между часами И ключом выбор Потому что и то и другое Супер офигенно И супер полезно Да На самом деле Не такой уж хороший предмет Это плазменная цепь Она наносит мало урона И кроме этого ничего не делает Но все равно Она стабильно наносит урон Какому-то одному противнику Когда срабатывает Какое-то достаточно долгое время Так что наверное Хороший предмет Ну как бы Ожидаешь от нее большего Чем то что она на самом деле делает Там всего 50 по моему проценту урон То есть как колючая проволока Только Ну По сути получается аналогично Абсолютно Этой хрени Токсичной многоножки Только не надо подходить К противнику Чтобы она активировалась Так что да Ну у меня уже есть какая-то Приличная прибавка к урону С моих этих Хитлистов Я не уверен Что мне это поможет Да Ледяной куб Поможет Шанс заморозить противника На полторы секунды И потом еще на 3 Замедлить Маска тоже поможет Создает призраков Убитых противников Так же как Тот Табанка Которая у меня до этого была В предыдущем ране По-моему Или даже в этом ране Не знаю Не помню В общем Создает призрака противника Когда я его убиваю Призрак Атакую других противников Полезная вещь У меня уже 5 урона По-моему С хитлиста Или Ну не 10 Потому что они по 0-5 Должны прибавляться Не знаю Не важно Ну в общем Это вот эти вот Полосочки внизу Над моими скиллами Они показывают Насколько хитлист Эффективен Насколько он набран Как бы Здесь что-нибудь есть Здесь ничего нет Похоже Да Жаль Тогда я видимо Выхожу с этого уровня Имея при себе 1800 денег Что не очень хорошо Но что поделать Потому что здесь Больше ничего нет И даже здесь Ничего нет Ладно Посмотрим Я бы хотел Купить этот сундук Но я не хочу Здесь пока что Задерживаться Смартшопер Был бы очень офигенен Активирую Телепорт Не телепорт А часы Опять же Чтобы задержать Таймер Сложность уже максимальная Так что Все и так плохо И в принципе Это уже стало Достаточно бесполезным Потому что Она конечно повышается Дальше сложность Но Не настолько серьезно Но все равно стоит Стоит останавливать таймер Когда есть такая возможность Враги как-то вообще Отказываются спавниться Там заспавнился скавенджер Но это не враги Это босс Я не хочу с ним связываться Хотя возможно стоит Потому что Скавенджера я убил И он возможно Даст мне достаточно денег Чтобы Что-нибудь купить Ну я надеюсь Я скавенджера убью Токсик биста Я тоже я думаю Убью без проблем Скавенджер как-то начал Очень активно Спамить свою Самую крутую обилку Мины И Сколько-то денег Не так много Как хотелось бы Ну Токсик бист Это хороший источник Денег И Все по сути И взрывов Потому что Вел в завис Ну и жизни конечно Потому что Лайф лич Ладно Я еще остановлю время Почему бы и нет Половина хитпоинтов Нет Потому что у меня нет грибов Блин Почему у меня нет грибов Я не смогу Пройти игру без грибов Телепорт Да Стоит сразу же активировать Я надеюсь На еще одного Токсик биста Ну хотя С другой стороны Здесь Что токсик бист Что имп Не такие уж страшные Окей Что-то взорвалось Эти парни На самом деле Не такие страшные Как кажутся Потому что От них достаточно легко Уворачиваться Эти вот здоровые динозавры Они дамаговые Да Но при этом Они редко попадают Блайтед Клеймен Страшновато На самом деле Мой Чарджфилд Похоже сам себя Уже поддерживает Потому что он просто Время от времени Убивает вот этих Мелких спаунов Токсик биста Что весело Почему мне остановить Время и не Найти и убить Клеймена Вон он Я вижу его Ну я его хотя бы Скинул вниз Я его слишком долго искал Жуки Я вас ненавижу Знаете Но хотя бы Я могу купить Вот этот сундук Клеймен Сундук Даст мне еще один Оутбокс Это нехорошо Я бы предпочел Не повтор А что нибудь Что нибудь Чего у меня нет Или что нибудь Хорошее Что у меня есть Конечно идеально Было бы кинжал Церемониальный Потому что это Очень крутой предмет Но что поделать Ну я могу Открыть сундуки На крыше Наверное Это конечно не Не ответ на вопрос Что поделать Но все равно Я могу это сделать У меня как-то маловато Жизни Это нехорошо Что будет Если я остановлю время И буду Крутить рулетку Она будет работать Потому что я очень На это надеюсь Потому что я Это сейчас попытаюсь сделать Время Остановись Но Я зря это сделал Я взял первый красный предмет Потому что он был красным Это не самая лучшая идея Потому что стоило бы взять Что нибудь Полезное на самом деле То чего у меня еще нет Например Нет динозавр Не убивай меня Ага Время уже кончилось Так что осталось только Добить врагов А я Не прохожу этот ран Я почти гарантирую это То есть конечно Зависит от тех предметов Которые я здесь найду Ну и от того Выживу ли я То есть Это не то чтобы зависит От того выживу ли я На этой На этом уровне Но я предполагаю Что если меня не убьют Эти всякие Блайтед Клеймены То я выживу На этом уровне И я не пройду Следующий Потому что у меня нет Достаточного количества Нормальных предметов Но возможно я и этот уровень Не пройду Как повезет По сути Я знаю точно Что призраки Чемпионов Не имеют Обилок чемпионов То есть Они не стреляют Ракетами и прочим Но возможно Они имеют Статы чемпионов То есть У них там Больше жизни И больше Атаки И все тому подобное Возможно Дайте мне Этого Блайтед Клеймена Где он Покажите мне его Дайте мне его Убить Потому что у меня часы Заряжены Часы для этого Я думаю Хорошо сработают Возможно я его уже Нет Вот он справа Вот он Не справа Вот он здесь Где-то Я не знаю Сколько у него жизни Потому что Хелсбар не его показан Но я его убил Окей Лайф сейвингс Золото Каждые 3 секунды Неплохо Пришло время По-моему Разобраться С токсикбистом Потому что Давно я не разбирался С токсикбистом Ну и в принципе Он мешает Она Неважно Совсем неважно Ладно Все умер По-моему Призраки Активируют Мои мины Это не очень хорошо Дайте мне Атакующего дрона Атакующие дроны Круты Токсикбист Где ты Где-то здесь Должен уже быть Да Я его уже дамажу Ее Опять же Неважно Так быстрее Нож Сойдет Да Фотон Я умею летать И Олдопер Всегда криты По врагам У которых мало жизни У меня криты Увеличивают Скорострельность Так что Это очень неплохо Сочетается Так что Да Джетпак Очень полезен Возможно Я теперь Выживу Еще бы не помешало Парочку обычных Джетпаков И парочку Ну копыта Одного у меня есть Парочку копыт Еще не помешало бы Чтобы быстро бегать И что-нибудь Для большого урона Инфьюжн Тоже хорошо Вначале его взять Конечно было бы полезнее Но сейчас Тоже ничего так А почему бы и нет Я зря его взял Конечно Что-то большое И эпичное Увидел И нажал еще раз На А Чтобы его получить Урон по-моему От этого не увеличивается Он просто быстрее набирается Ну быстрее увеличивается Джетпак Позволяет Очень легко Уворачиваться От большей части атак И также Учитывая что у меня Гранаты на вторичке Он позволяет Неплохо дамажить С воздуха В то время как Черт Неудачно я Время заморозил Ну хотя я Имею джетпак Так что я могу Себе это позволить Вроде бы Я все собрал Что есть на уровне Я предположу Что да Кроме вот этой вот хрени И возьму Вот бокс Не знаю почему Я пойду на предыдущий уровень Потому что На финальном Мне делать нечего сейчас Совсем нечего Я надеюсь Меня не убьет Этот уровень То есть Либо я умру Где-то на этом уровне Либо я уже буду Настолько читерским Что смогу пройти Всю игру без проблем Одно из двух Но почему-то Мне кажется Что я все-таки Умру на этом уровне Червь Давно я тебя не видел На самом деле Не так плохо Сейчас уже Пофиг Какие боссы Сейчас главное Найти телепорт Побыстрее Ну и можно Попытаться Убить червя По пути Особенно не стоит На это Ну Особенно не стоит Стараться Как бы Но Задамажить его Прилично Так можно Да Особенно Если я могу Ему там Половину жизни Снести сразу Или остановить время Готов Клевер Клевер это хорошо Он все еще Получает урон Что забавно И прилетел Сразу же вагон Боссы здесь Будут практически Непрерывно спавниться Так что Мне Очень нужно Найти Как можно Быстрее Эту хрень Телепорт Потому что Иначе Меня достанут Черви Пачками Проблема червя В том Что он почти Не дропает денег Или даже Вообще Не дропает денег В общем Я его убил У меня все еще 64 доллара Что очень Нехорошо Ну Что поделать Им Пшрайне За 300 денег Это как-то Печально Даже Я ищу Телепорт Это единственное Что мне Сейчас интересно Почему он Улетел Назад Это мне Тоже Сейчас Интересно Потому что Это Не то Чего я Ожидал То есть Невидимость у меня Кончилась Когда он Улетел Назад Не ясно Ну вот он Телепорт Активировать Телепорт Здесь Спаунится Сразу Два Босса Должно По-моему Ну хотя Возможно Это от Босса Зависит Или Возможно Это на Следующем Круге Будут Они по Два Сразу Я знаю Что они С каждым Кругом Их количество Увеличивается То есть При использовании Телепорта Спаунится Сразу Два Червя Потом На следующем Круге Сразу Три Червя И так Далее Возможно Это конечно Мне так Везло Но Мне так Везло Что На каждом Уровне Где я Был На втором Круге И далее Спаунились Боссы По несколько Сразу То есть Не то что Спаунится Один Черв И чуть Чуть попозже Еще один А они Именно Два В одном В том же Месте В случае С этими Колоссами И виспами Они вообще Чуть ли не Застаканы Друг на Друге Ладно Я остановлю Время И попытаюсь Я опять же Неудачно Остановил Время Конечно Потому что Вагрант В воздухе Ну ладно Хрен с ним Я его Все равно Почти убил Окей Еще одно Копыто Больше Скорости Бега Для бога Скорости Бега И все Тому Подобно И это Очень Хорошо Мне не Хватает Денег Миллионы Медауз Смерть Все Тому Подобное Да Ракета Ваншот Ну у меня Ну ладно Это хороший Момент Чтобы закончить Наверное Почему-то Я умер От А возможно Медуза С ракетами Такое Бывает Не знаю Не уверен Но почему-то Я умер С одного Почему-то Я умер От Медуза Хотя я Умер от Ракеты С одного То есть Не совсем С одного Наверное Но с Приличного Количества Жизни Так что Да Наверное Такое Бывает Ну ладно Тогда на этом На сегодня Все Так что Спасибо за просмотр С вами Вами Пока Субтитры Субтитры